Якая розница? Одна ж бяда пакута у Ткачёвы Белостоку и Леону и Калькутты. Якая розница? Хоть шлях, змагання свой там. Цитокарс Токио, циз Вены, циз Дэйтройту. Андрей Александрович. Кракатук. Кракатук. Беларуская музыка у сих часов истылял у аутарской программе Виктора Сямашки. Кракатук. Это джазб СССР перед истории надворот 34 частка. Сто годов тому, по водле рысской мирной домовы, Беларусь была поделенная на две половы. Усходнюю, альбо советскую, и заходнюю под Польшей. Посекли край наш пополам, констатовал Олесь Дудар. Таким стався выник советско-польской войны, у якой, нагадаю, с большевиками змагалися многие будучые джазмены, персонажи нашего циклю. Польский боку рызи небыто не был супраць реально незалежной Беларуси, але гэтага не хотела Москва. Беларуские делегации до перемога не допустили. Мяжа меж Советским Союзом и Польшей проходила у сего у 40 километрах от Менску. Прыкладно с того часу и пачау уживаться термин «Заходняя Беларусь», под яким мелыся на Уазе перед усім страчаная советами территория. Таким шынам пачынаем вандроуку по городах, мястечках, ды вёсках «Заходняя Беларуси» у пошуках мясцовых джазменов. Видовошна, што ихные лёсы выведуть нас и на іншые континенты, а отправным пунктам натурально будзе брать Белосток, дзе мы фактышна провели о малюсе по перыдней выпуске. Дознаемся с подарства на кольке джазовым и за разом белорусским, а так само литвацким, а мой лявацким, был Белосток до приходу Совета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аберек Белостоцкий на кружелце 1912 году заиграл гармониста Юзеф Сталингер. Крокоток Сучасный герб Белосток у змешчая великолитовскую пагоню побоч с польским орлом. Лишится, што Белосток, як и Вильню, заснаваў князь Едымин. Мяжами ж Литвой короны проходзіла курат па теперышній в улицы Скарупской. Пасля Белосток паспеў пабыці ў складе Пруссі і Расейской имперы, да згаданага рыцкага падделу, горад абвешчалі сваім і БНР, і ССРБ. Саветы ненадоўга заняли Белостоку летку 1920 году, частка Жихаровых з радыстю вітала, як і пазнею 39-м. У складе другое рэчы паспалітай, Белостоцкая воеводцтва, межавала с таксама новоутворнамі Вилінскім, Новаградскім і Палеским. А з буйных гарадоў ўключала ў себе Гародню, Августову, Вауковыск, Бельск, Белавежу, Сувалкі, Ломжу, Дыньше. Паводля ўласная терміналёгі полякі залічалі Заходнюю Беларусь да Крэсуф Всходніх, даклайні навад Пауноцна Всходніх, хаця як не парадоксальна, мінавіта тут ў 19-м стагодзі празураджэмцаў гэтых ўскрайнаў Ліцьвінаў пачалося формавання модэрная польская нація. Пауноцна Всходніх, Дыньше. Пауноцна Всходніх, Дыньше. Продолжение следует... В связи с историком Анджей Ляховский, меркуя, что в межвоенном интервале город поделялся на юдейский и христианский. Как пишет историк Петр Урубель, по стане на 1921 год большесть мест, чего складали Габреи, то бок Литваки. Другая по колькости этничная группа залечала себе до поляков. Беларусов в Белостоке было менее за один отцоток, хотя, меркуя, генетичный анализ выявил бы иншие пропорции. Ты, кто называл себя беларусами, первоважно жили в вёсках и занимались сельской господаркой. Тому в сумме беларусов в заходной Беларуси на пошатку 20-х по разных оценках было от миллиону до омаль двух миллионов, то бок близу половы насельництва. Як зазнашая белостоцкий историк Войтих Слишинский, польские влады лечили, что славянские меньшасти, беларусы и в меньшей ступени украинцы не имели уявного почуття национальной идентичности. Тому вы решили подвергнуть их ассимиляции у первую чергу, о переконании, что не сустренуть у тем великого отпора. Однако помылялися. А кто там и где, а кто там и где, у огромнейстой такой громаде беларусы? А что я ныня суть на кудых плячах, на у лапцях ногах, на у криви руках свою кривую дуку? Белостокеры, зрешты, так сам имели проблемы с идентификацией религийными и политычными поглядами. Своими высновами делится один заутра у сайту jewish-белосток.pl. Петр Знанецкий. Это были, напевно, белостачане. Это были докладные белостачане, бо коли некто народился у Белостоку, то личится белостачанином. А коли Белосток опынулся под царской Россией, то ким есть белостачанин? Полякам, российцам, ци жидам? Шмат особо проехали сюда из России. Так само треба памятать, что белостокские жиды были у великой части не религийными. Среди них было шмат атеистов. Шмат их осмелявалися с поляками. Часто в уголе не ведали никакая иншая мова, кроме польской. Не ведали идыш, не ведали иурыту, не ведали российскую. Тобок, коли мы говорим про белостокских жидов, у нас перед Вачимы не павинны одразу пауставать хасыды с пейсами да у литургичных строях. Гэта были нормальные люди. Як и зараз поляки, хто сте религийные, а шмат хто не. И так было у жидовскем асеродку Белостоку. Хасыдзи, пейсами в этих литургичных строях. Только были это нормальные люди. Но так, как сейчас поляки, то есть религийные, а много не есть. И так само было с родовым жидовским в Белостоке. Преса поведомляла, як одноючу городским театр-паласу отбилася бойка сиянистов с бундистами. Лась и сумаси, пейсами лавки, буду ПЕСНЯ Закранням и экономичный аспект. Яким чином Белосток тримал мянушку полночного Манчестера еще в 19-м стагодзе и чому Советы его называли городом текстильщиков. Справа в том, что в качестве репрессивного отказа на повстание 1830 года российские влады провели для купованного так званого царства польского мытную мяжу. И Белосток опынулся за сходного ее флянгу, куды в основном и экспортовался польский текстиль. Фабрыканты-злодзе, каб не разарыцца, перанесли сюды свои мануфактуры. Отповедно, первый страйк в Белостоку отбылся еще в 1895 году, калеколькость текстильных заводов досягнула 230. На гэталик пауплывала и прокладенная празместа Петербургска-Варшавская чагунка. Городские панорамы на фото и кинокроницы, насыченные фабрычными трубами. Натурально, что минавито у пролетарским Белостоку узникла и першая в Российской империи анархичная суполка. Кракатук! Расповедая докторант истории Владимир Володин. Одним з ее засновальника уставу, приехавший из Льондыну, Шлема Каганович. Группы Белостоцкой суполки были створены так само в Бельску-Падляске, Гародне, Волковиску, Ружанах, и многих инших местах и в основном сирот Габрейской молоди. Анархисты створили властную типографию, ладили стачки працовных, массовки, дискуссии и не только. Первую лучшую славу себе анархисты забыли про то, что занимались выбухами, избранными нападами на представников Державной администрации, эксами, поступляциями сродков на революционную деятельность, фабрикантов, банкировок и так далее. После того, как лады знищили Белостоцкую группу, з'явилась новая зимем «Хлеба и воли», что дейничала в Вильне, Менску до инших городов. У той же час, до прикладу, одесская организация анархистов мела отделение у Белостоку до Вильне. У месте Крынки, что посередине помеж Белостоком и Волковыском в Оголе, у 1905 годе некальки дзен праисновала так званая Крынковская республика. Царские улады покинули город, рейвели страйковцы с Гарбарняв. Это был отказ на крывавую неделю у Санкт-Петербурге. Вашу вазе песня анархистов на идыш, меркуючи по тексте «Часов Миколая Другога». ПЕСНЯ 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 Дальше Минская газета «Рабочий» в 1935 году поведомляла, что белорусские дегабрейские народные спевы будут записаны на граммофонные кружелки у тем лику «Далой Николай». В артикуле «Побудш» выдано вспомнила самодейную артистку с прозвищем «Белостоцкая», которая спевала на немецкой мове на первой республиканской олимпиаде про мкооперацию в Менску. Про два года эта газета, глядя забастовок у заходной Беларуси, писала про оккупационную забастовку на фабры Цеплюшу в Белостоку. Про то, как прационные оккуповали цехи, потребующие повышение зарубков и признание профсоюзу, информовала и местная газета «Эхо Белостоцкая». У отказ дирекция фабрыки спынила выдачу воды, отключила в цехах светло и отепление. Белосточанин Петр Знанецкий отзначает, что сирот белостоцких фабрыкантов, банкиров так само были хабры. Которым, певне, до идеи социалистичных и коммунистичных было найдалей. Яким пауна, да, социалистичных и коммунистичных идеев было найдалей. И была большасть прационных, яким да, социализму было ближай. Богаталат, яким мусил быть створены для их. 95% складали люди бедные, неадукованные, якие перебрались и сюды подчас промысловой революции, звёсок, невеликих местечек, каптут шукать свой житчевый шлях. И те лезунги, где працанник стоит на чале, то и союз рабочий селянский, что теперь тут будут створены те рады, советы, и они будут керовать. Пауна, что для этих малоадукованных людей это давало шанец на прасовывание по социальной лесвицей. И многие паишли у тэн керунку, люди пахоцжы не жидоускага, польскага, немецкага, альбо беларускага. Пауна, в тэн керунку пошло. Людзи, чы то пахоцзаня жидоускега, чы польскага, чы немецкага, чы беорусскага. Пауна, шуль ють даўно жоу каты, ёе горки, слёзы кођны з нас, надыдзе худка час заплаты, пауны, судзісь мы будзем вас, пауны, судзісь мы будзем вас. Трэхно шоу дуго лејо каты, в чаш пын о луду гошке лызы, надэй, дзе ядра, дзе заплаты, сын дзе ми будзем дзе ми, сын дзе ми будзем дзе ми. Варта таде значыць цітое, што беластоцку ўральнуя сярэднюю вучэльню скончаў на радаволец Игнат Грынявіцкі, забойца російська гэмператора Аляксандра Другога. Тут же навучаўся Мікалай Дземідаў, які ў часы БНР стаў комэндантам Гародні. Будынок в учэльні захаваўся, па адрысі вуліца Варшавская, 8. Передаю слова беластоцкэму краезнаўцу, екскурсаводу, аутару раздзелу «Беларускі Беласток» на сайте рады раце Аляксію Трубкіну. Микола Дземідаў ў 20-м годі, ў час Советско-Польска войны, набрал в околіцах Беластока доброхотный батальон беларуський, залучуўся до армии Станислав Блакблахович. Йон и ўго подразделіўні були апошнями, які ўдзельнічали ў открытым боі с Советскім войскам. Замагаліся за Беларусь так, ў апошня, хто ступіли з Беларусі. Крогатук. Камісарам жа Беластоку ў 1919-м годі Міністарства беларускіх справаў пры Литувіскім у радзе прызначала Кастуся Язавітова. Його, як распавідаў спадар Трубкін, зачараваў, гэты старадаўні памежны горад, чугуночны вузіл пяці дарогаў, ваўсе баки свету, центр промысловыў вытворчысті Сукна, скуры, лесу, на шасті спаловай сотнях фабрыкаў працавалі каля дзясяці тысячаў работнікаў. У 21-м годзі беларускі жаўнеры і офіцэры Слуцкай брыгады, болі за 300 чалавек, утрымліваліся ў Беластокскім концентраційным лягеры. Их ліст апублікавала беларускай газэта «Наша думка», што выдавалас ў Вільні. Случаков вызваліли пасля падписання Рызкае дамовы. На мейсце канцлягеру цяпер знаходзіцца шпітальны комплекс в уліце Марыи Складовской кюры, 24А. МЫ ВЫЙДЮ СЕМЬЮ 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 СЩАЙ СЮЮ 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 СЮЮ. ЗАМЕНЬЮ СЮЮ 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 СЮЮ-СЮСЮ СЮЮ СЮЮ СЮЮ. Браты, терпели мы домой, на бой еще до одного, до одного. Я и силу белоруса мягкая, пошуя башит толь, башит толь. Успея нам ястифы, музыки, пеши, выхлеча на бой. Браты, дожжайся, мы походи, хай гром и медь ящеба в день, кривавых пушках мы ядрони, жить все республики своей, жить все республики своей. На заходне Беларуси этих часов действовали и белорусские партизаны, агулам каля шасти тысяча. У 23-м годзе в Белостоцким округовым суде на згаданной улице Варшавской 63 пачался так званый «Працесс 45-ти». Станограмму «Спасить женев» публиковала Виленская газета «Наша життё». Центральной фигурой справы стала поэтка с пашпортом БНР Вера Масловская и обвинаватели у кирования подпольной организации с метой долучения полночно-усходней частки Польши до Белорусской Народной Республики и проговорили до шастих годов Турмы. Свой термин разом с белорусскими партизанами и полстанцами розных отрадов и отделов поэтка отбывала у вязницы, что и зараз стоит у Белостоку на улице Коперника 21, неподалеку от Чугуночного вокзала. Белорусы сидели за белорусскую справу фактично при каждой уладе. Вина была сбудована еще у царский час на початку 20-го стагодзя и выкрустовывалась российскими, польскими, немецкими, советскими уладами. Свой верш «Вятрам» аккурат 1923 году Вера Масловская просвятила белорусским партизанам. «Что же вы ветры на хмары глядите, каб ясное небо закрыло? Сильные ветры, вы час проганите, каб солнце нам ясно светило». Кракатук. Дарыча, на улице Варшавской 35 меу кабінет повятовый доктор Зигмунд Сямашка, який так само был сябром городской рады, узначаливал Белостоцкую доброхвотную пожарную частку до шерах інших организаций, в 2020 году заступался за тутайших жидов, частку зяких граждане обвинуватели у поддержки большевиков подчас Белостоцкой битвы. В 1935 году доктор Зигмунд покинул Белосток, давший развитальный банкет у готеля Рыц и приехавший в родовый майонток под поставами на историчной Виленщине. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1926 году в Белосток завитау аутер музыки, дозорки ВНР, Симон Рак-Михайлоуски. Он, как депутат польского сейма, сябра белорусского посольского клуба и чалец Головной управы Товарыства Белорусской школы узял уделу зъездия белорусской селянской работницкой громады Белостоцкого повету. Тады гуртки БСРГ на Белостоцчине еднали каля 5 тысяч человек, а у целым парты наличвала боли за 100 тысяч, а малюкожные белорусской вёстцы имеются таки гурток, або хотя б некальки сябру. Самой массовой политичной парты в истории Белоруссии, як зазначают гисторики. Узникла она аккурат у отказ на поленизацию, да и дискриминацию белорусу у Польши. Як писала Виленская газета «Народная справа», павятовый зъезд отбываўся у кинотеатры «Полёне». Про мову спада Расымона, про школьное навучанне перерывали польскія провокаторы. Ты мне менш зъезд отбывся, і завершився гимном «Адвеку мы спали». Алексей Трубкін зауважаєм. На самом речі выдаеце смешным, але сто годів тому часы Межвоєнной Польші выглядают абсолютно як часы Незалежной Белоруссии. Дельники з'езда почали розыходзіцца. Вышліше з будинку, вони бачили, що будинок оточен кордоном поліції. Шмат хто их був затриман, інших обшукали. Хотя все було легально. Хотя все було легально, так. Цікаві такі на самом речі историчні параллели, абсолютно здавалось... Такі свечі, члі нічого не менять. Не жаль, не жаль. От веку мы с вами не нас разбудили, Мы знаем, що треба робить, Що треба свободи землий человек, Що треба злодею вороби. 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 Просгод Просгод, пасля тих падеев, у Белостоку зник гурток Таварыства Беларускай Школы. Примысновали драматичная, харавая, декляматорская и литературная секции. Цягом того года больше, чем полового спектакля в правдах этого гуртку, польские улады забронили. Постанье на 30-й год на Белосточине наличвалося 16 гуртков ТБШ, які яднали амаль пау тысячи сябров. До прикладу гуртки у городку и Михалове мели драматичные, харавые секции и орхестры. А во всей Заходне Беларуси Таварыства наличвало больше, чем 10 тысяч чальцов, у основным селянов. Сядиба Белостоцкой, округовые управы ТБШ, местилася по адресе Купецкая 44. Цепер гэта незабудаванный участок побач с перекрыжеванием в улице Мальмеда и аллеи Пилсудского. Адрес покинул своих вспоминах Язеб Дроздович. Он приехал в Белосток, из Вильни намалевал Швильду для ТБШ, для управы. Жаль, неведомая, конечно, лёздаль. Але смех смехом заховалися эти элементы сценографии. Язеба Дроздович, не так давно знайшли и передали в музей подляски. Тобок там намалеваны хатки, представлены там пейзаж, на инши представлены замок. И обещали, что отреставруют и всё это будет представлено. Ну, будем сподеваться, что в ближайший час мы можем бачить музей. Кракатук. Цитата о здённику Мастака за весну 1933 году. Сегодня у супраслей ставится при моих декорациях комедия «Пашилися в дурни». Сыграли досыть удало. Публике было шмат, а головная затекавленность. Супрасляни оказались на шмат театральнейшими за белостачанов, які идут на спектакли только деля танцев. Что мы наведо танчили на вечеринах ТБШ, аутер не поведомляя, а леведовочно белорусские народные танцы. Руплевцам белорусчины было не до джазу. И они не бачили у них ничего национального, боли зато и джаз успрымался, як проява буржуазной культуры. Хотя фольклоризованные, фокстроты, кейкоки, тустепы, слоуфоксы, дитанга могли траплять у репертуар. Дюйд, дюйд! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Организаторы вечерины запрашали побачить жарт и двухактовую комедию по беларуску, а после долучаться до танцев с оркестрой товариства до четвертой ранку. У 1935 году польские влады ликвидовали кооперативу. Субтитры сделал DimaTorzok КРАКАТУК БЕЛАРУСКАЯ МУЗЫКА У СІХ ЧАСОУ ИСТЫЛЯУ У АУТАРСКАЯ ПРАГРАМІ ВИКТАРАСЯ МАШКІ ГРАКАТУК БЕЛАСТОК ИНТЕРБЕЛЮМ У ЯЗЫПЕ ДРАЗДОВІЧА ГОРЫД ПАКИНУЛ НАСТУПНЫЕ УРАЖЕННЯ ВЯЛІКАЯ СТАРАДАВНЯЕ СЯЛО НЯ НАТТА ДАВНО ПЕРАЙШОВШЕ У СТАН БАГАТЕЮЧАГА ГОРДУ У ЯКИМ АДРАЗУ КИДАЦЦА У ОЧИ РОЗНІЦА МИЖ СТАРЫМИ И НОВЫМИ БУДЫНКАМІ СТАРЫЕ АДНАСТОЛЬНЫЕ ХАТЫ У ПЕРАМЕШКУ З НОВЫМИ МНАГАСТОЛЬНЫМИ КАМЯНІЦАМІ ПА СВАЮМУ МЕЙСЦЮ РАСПАЛАЖЕННЯ БЕЛАСТОК НИЧИМ НЯ РОЗНЦА АД НОВОУЗБУДАВАНЫХ БАРАНАВИЧАУ НИ РАКИ, НИ ВОЗЕРА, НИ ПРЫГОЖАХ УЗ ГОРЬЯ У ЦІ ДАЛІНЫ НАЙПРЫГАЖЕЙШАЯ ЧАСТЬ БЕЛАСТОКУ ГЭТА КАЛЯ ГАТЫЦКАГА КАСТЁЛУ АД ТАК ЗВАНАЙ РАТУШИ ДА БРАМЫ ПАЛАЦУ БРАНЦКИХ ПОЛЬСКАЯ ПІСМЕНІЦА МАРЫЯ ДАМБРУУСКАЯ У СВАЇХ АЦЕНКАХ БЫЛА ЯЩЕ БОЛЬШ КАТЫГАРЫЧНЫЙ СМЕТНІК ЗНЯ КРЭСЛІНЫМ ХАМЕЛЮОНОВЫМ АБЛІЧАМ ГЭТА ЕЙНЫЙ ВЫРАС ЦЫТУЮ ЗЖАНОЧЕГА ВЫДАННЯ БЛЮШЧ ЗА 1924 ГОД ГЭТА В УЛІЦЫ СЯНКЕВИЧА ЛИПОВАЯ И БАКАВЫЯ ГЭТА ИХ СТРАШЕННАЯ БРЫДОТА У НЕПА ГАТЬ ХАЛОДНЫЕ ВЯСНЫ ХОДІШ ПА ИХ АМАЛЬ С СУІЦЫДАЛЬНЫМИ ДУМКАМИ В УЛІЧНЫЙ ТЛУМ ГЭТА ГАСТАРОГА ПАДЛЯЦКАГА МЕСТА СКЛАДАЕЦА ТЕПЕР ПАСЛЯ ЧАСУ РАСЕЙСКАЯ ОКУПАЦИИ З РОЗНЫХ МЕНШИСТЯУ ЖАРГОН, РОСЕЙСКАЯ МОГА НЕМЕЦКАЯ, БЕЛАРУССКАЯ И УСЕ АКЦЕНТЫ ПОЛЬСКАЯ От ПАМЕЖНАГА СПЯВАННЯ ДА ВАРШАУСКАГА ПАРЫВИСТАГА МАВЛЕННЯ ЦЯКУЦЬ ТУД РАЗАМ СА СКРИЛЬГАТАМ ЯСКРАВЫЙ КРЫНІЦЫЙ НА КШТАЛТ ДжАЗ-БЕНДУ ГРАМОФОННЫЙ ПЛЫЦІ АМЕРКАНСКАЙ ВЫТВОРЩЩАСТИ УЖО ЗНАЁМЫ НАМ АБЕРАК БЕЛОСТОЦКИ ЗАХВОЧВАЕ СТАНШИТЬ ОРКЕСТРА КАЗИМИЖА ЭНГЛЯРДА ЗАПІС, АДНАКА, ДБЫУСЬ У СТУДАЇ ВАРШАУСКАЯ ФІРМЫ СЫРЭНА У ТЫСЯШЕ ДІНАТРЫЦАТЬ ПЕРЦАЦІМ ГОДІ САМ ЭНГЛЯРД СПАХОДЖЕНЯ НЕМІЦ ЛІЧИТСЯ ДНЫМ СПІЯНЕРА У ПОЛЬСКАГА ДжАЗУ ЯК МУЛЬТЫ ІНСТРУМЕНТАЛІСТА ПАСПІВА ПАСУПРАЦОВНІЩАЦЦАЦ З АРКЕСТРАМІ ЗЫГМУНДА КАРАСІНСКАГА ЄНРЫКА ГОЛЬДА НАПІСАЦЦ СУПОЛЬНЫЕ ТАНГА ЗЄЖИ ПІТЕРСБУРСКІМ ЯЩЕ НА КОНТ КААПЕРАТЫВАУ НАПРЫКОНЦЫ ТРЫЦАТЫХ У БІЛАСТОКУ СТВАРИЛІ КААПЕРАТЫВНЫЕ ТАВАРЫСТВА ПРАЦАУНІКОУ БІЛАРУСКАГА ТААТРУ ПОЛЫМЯ З УЛАСНЫМ ХОРАМ, СТРУННОЙ ОРКЕСТРАЙ І ЗРАЗУМЕЛА ДРАМТРУПАЙ ПРАГЭТА ПІСАУ ПРАВАТНАСТІ ВІЛІНСКІЙ ЧАСОПІС КАЛОССІ БУДЫНОК ПОЛЫМЯ ЗНАХОДІУСЯ ПА УЛІЦЫ НАДРАЧНОЙ ДЕВІЦІ ЦЯПЕР ГЭТА БУЛЬВАР ИРЕНА САНДЛЕР А ПШАРАМ ДІЙНЫСТІ ЗАЯВЛЯЛАСЯ ТЕРЫТОРИЯ УСЯЕ ПОЛЬЩЩИ У ТРЫЦАЦІЦІМУМ ГОДЕ КАПРАТЫУ ЗЛАДІУ ПЕРШЫУ БІЛАСТОКУ КОНЦЕРТ МИХАЛА ЗАБЕЙДЫ СУМІЦКАГА ЗОРКАЯ УРАПЕЙСКАЯ СЦЕНЫ ВЫСТУПАЛА БЕСПЛАТНО ЗАПРАШАЛІСЯ УСЕХ ВОДШЕ ТЕАТР ПАЛЯЗ САБРАУ ПОУНЫЙ АНШЛЯХ РАСПАВЯДАЯ АЛЕКСЕЙ ТРУБКИН ЧТО САМАЕ ЦЯКАВАЕ У ЛАДЫ ДА АПОШНЕГА НЕ ДАВАЛІ ЗГОДЫ НА ВЫСТУП ПСЕ ЖТАКИ ЗГОДІЛЯСЯ АЛЮ ЗУМОВЫЙ ЧТО НЕ БУДУЦІ ТАК, ТАК, УНАВИТА, ТАК ЧТО БЕЛОРУССКОМОВНЫЕ ПЕСНИ ВЫКОНВАЦЯ НЕ БУДУЦІ ГРИФ СПЕВАТЬ ПО ПОЛЬСКУ БЫЛА ПА ЗНАКА ОСАБИСТЫ ВИЗИТ МЕЖСЯ ЗАБЫТЬ ДА СУМИЦКАГА ДА СТАРОСТЫ СПРОЧНИЮСЯ ДА ТАГО, ЧТО НЕ ВСЕ ЖТАКИ ПАГОДІЛЯСЯ НА БЕЛОРУССКОМОВНЫЕ СПЕВЫ ПЕСНЯ ПЕСНЯ ЛАВУНИКА, ЛАВУНИКА МОЯ НЕХАЙТЯ ДЕЛЮДІ ЧЁРТЫ НЕЯ ХОДЯ СЮХОВАЛЁСКИ ЖИГУТЬ ПОНОВЫЕ СОБАРОЧНИ ПУЮТЬ СУЮТЬ СУЮТЬ НАСУ ДЕБАЧЕ СОГНАНЫВАЮТЬ ТЕЛЕДОВЕТКИ ЗАБЕЙДЕ СТАУ ТЕНЕРАМ ХАРБІНСКАЙ ОПЕРЫ ПАРАЛЛЕЛЬННА САМАСТОЙНЫЙ АВАЛОДАУ СКРИПКАЙ, ГИТАРЫ, МАНДАЛІНЫЙ, БАЛАЛАЙКАЙ И ВУСНАВЫМ ГАРМОНИКАМ В 1932 ГОДЕ ОРТЫСТА ПЕРАБРАУСЯ У ИТАЛЮ, ДЕ ПРАТЯГНУЛ АДУКАЦЮ И ПАЧАУ СПЯВАЦЬ НА СЦЕНЕ ЛЯСКАЛЯ У ПОЛЬШЧУ ЙОН ПЕРАЕХАУ У 35-М ДАЗНАУШИСЯ, ШТО МАТІ МОЦНА ХВАРЫЕ ДАДАУШИ ДА СВАЙГО ДЗЯВОЧАЕ ПРОЗВІЩА МАТІ, ЗАБЕЙДЕ СУМІЦКИ ГАСТРАЛЯВАУ ПА ЗАХОДНІЙ БЕЛАРУССКИХ ГАРАДОХ, ЛАДІУ РАДЮІ КАНЦЕРТЫ, ВЫЯЖДЖАУ У ЛАТВІЮ, ЛІТУВУ, ЭСТОНЇЮ, ДЫЧХ, СЛОВАКІЮ, МЕУ КАНТРАКТ С ПОЗНАНІЦКИМ ОПЕРНЫМ ТААТРАМ, АЛЕ НЕ ХАТЕУ, КАБ ЯГО НАЗЫВАЛІ ВЯЛІКІМ ПОЛЬСКИМ СПЯВАКОМ КРАГАТУК Корреспондент ВИЛЛІНСКАГА ВЫДАННЯЯ БЕЛАРУССКИЙ ЛЕТАПІС РАПАРТАВАУ ПРА ДЫБЮТ ЗАБЕЙДЫ СУМІЦКАГА У БЕЛАСТОКУ ГЭТАК ТРЕБЫ БЫЛО БАЧЫТЬ НА КАНЦЕРЦІ, ЯК ПУБЛІКА РЕАГОЙ НА КОЖНЫЙ ПАВАРОТ, НА КОЖНЫЙ ПЕРАХОД ЧАРОВНАГА ГОЛОСУ НАШАГА МАСТАКА, ЯКІ З ПЕРШЫХ ТОНАУ АПАНОВАЯ ДУШОЮ ПУБЛІКІ И ЗАСАБЛІВАЇ ЛЁГКАЩЦЮ ВЯДЕЕЯ ПРАЗ ЛЯБІРЫНТЫ ДАЛІКАТНЫХ ПЕРАЖЮАННЯУ У ЛЮДЕЙ СТАРЫХ, АДАРВАНЫХ АДНАРОДНАГА ГРУНТУ, У ГАТОРЫХ У СЯКАЯ СУВЕСЬ З НАШИМ ЖЫТЁМ ЗДАЦЦІ ЗАНИКЛА, МЫ БАЧЫЛИ СЛЁЗЫ, ГЭТА БЫЛІ СЛЁЗЫ СЧАСТЦІ И РАДАСТЦІ. ДЫК ЧАМУ ЖНАМ НЕ ПЕЦ, ЧАМУ НЕ ГУДЕЦЬ, КАЛІ ЕШЧЕ МАЕМ ТАКІЕ НЕ ПАЧАТЫЕ СКАРБЫ, ЯК НАРОДНАЯ ПЕСНЯ, КАЛІ МА СПОСТАВИТЕЕ ПОБЫЧ ИНШИХ АРЭЛ И РОМАНСУ. НАША ПЕСНЯ ЕШЧЕ НЕ ДАПЕТА. НА РОДАХ И ДЕЦЬ. ЧАМУ МНЕ НЕ ПЕТЬ, ЧАМУ НЕ ГУДЕЦЬ, ЖУДШКА НА ПРИТЬБЕ, ЗАБРАТЬ ОРОЖЕДЬ, Зушка на притве забрать тярожей. Саму мненья петь, чему не уверь, Муха на концы у тимбалы петь. Там умненья петь, Чему не уверь, Фабучок на стенцы Крося не хитнует. Фабучок на стенцы Крося не хитнует. Промога дачыненя до джазу Михал Забейда-Сумецкий, конечно, не имел. Однако у тим же 37-м годзе, Як солиста польскага радыо, І он правеў гукасэсію Варшавскай фірмі грамзапісу Адеон. Дзе, як вы можыцця памятаць, Аркестра дыргаваў Ежі Герд, А асыставаў у студы Рубэн Берлінсон. Або два адзначыліся ў гісторы міжваэнага джазу. Забейда-Сумецкі записаў тады Пару польскамоўных твораў з оперы Буф Кашубы, А увесь астатні студыйны час адвёў апрацовкам беларускага фальклёру. Пасля вайны записы Забейда-Сумецкага з Ежі Гердам Сабрала на двох дысках гігантах канадская Пагоня Рэкардс. Паслухаем дзеле справедлівості і нумар з оперы Буф. Гэты тэнэр любіў спяваць на мовах оригіналу, таму меў ў творчым багажі рапортуарна 18 мовах свету. Л його dáтом,... Задіжах водохенкаря buтоохенкаря Одоохенкаря плаві ładосartenка Д нрав wherein Шевчонка фолохенка, фолохенкаря Хоў би ёсну pod in jeali конецт! Далый бокен, далый бокен Не отойдет, ласкер бокен, не отойдет, нет Хоть бы дала и полтора, и полтора, и полтора Мэндек стоил до вечора, до вечора, та Слышишь мы, подет целый боков Удить, ящим, ящим, прошу, ящим, прошу Ящим, борго, прошу, да, ящим, борго, прошу Да, тебе дам че, дам че, дам че, дам че, дам Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Курковский завитывал Белосток Дуэтом с Толей Манкевич Што таксама была родом з гэтых мястінаў Тут бываў заутырскімі вечарамі І ягоны крэўнік паэта Юліан Тувім Кракатук Адметна, што яшче да прыходу саветаў У 32-ім годзі ў Белосток Отбывся дзень росейскай культуры Горад наведвалі Кароль футурыстаў Ігор Севяранін і Александр Вярцинскі Паколькі мы пачыналі гутырку Зрыскага міру Пачоўм як Вярцинскі Спявая пра пані Ірен Палатыску Першая плытка З каталёгу Белла Корт Электра І адразу гід Заталёгу Белла Корт Электра Заталёгу Белла Корт Электра Маним бајдец аўскак Пава твоа рим јдат глаутаў Адима пи нир двајцат азелў Милас прият, ураспил, не ютас, не нояузас, Ирена, ваене бустас рел. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кракатук 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 Сядьмой разом пловше, где и победой Весна красна на увесь свет Молоды там пловше, дивалы по сей Весна красна на увесь свет А я на обеде, да тут обедива Весна красна на увесь свет Скажу тебе дива, найсилнейшее Весна красна на увесь свет